Детские игровые площадки, самокаты для взрослых и пробки в мегаполисы. Темы, которые сегодня обсуждали народные избранники. Очередная сессия городского совета депутатов. Это обширная повестка и горячие споры практически по каждому вопросу. Рассказывает Константин Клещин. Основные вопросы очередной сессии горсовета – внутренняя среда мегаполиса, дворы и улицы. Есть задача создать комфорт, удобство и безопасность для жителей. Но сегодня разгорелся скандал вокруг программы «Территория детства». Якобы спортплощадки появляются только на округах депутатов-единороссов, авторов проекта. Но сами партийцы такому раскладу сегодня лишь удивились. Реализуется этот проект на территории всего города Сибирска, независимо от партийной принадлежности. Мы на каждый округ совета депутатов, сейчас 50, просим выдать субсидию в определенном размере для реализации проекта «Территория детства». Иными словами, делить тут нечего. Интерес общий. Как, впрочем, и другой момент – строительство моста через ОПИ. Проект вызывает трудности в мегаполисе. На примыкающих к стройке магистралях пробки. Но проблемы временные. Депутаты специально заслушали представителя подрядчика. К первому сентября проблемные точки обещают ликвидировать. А вот с другой, новой проблемой города, борьба вся еще впереди. Это массовое применение электросамокатов. И личных, и выданных на прокат. Новый транспорт пока не приживается ни на дорогах с автомобилями, ни на тротуарах с пешеходами. И нужно как-то эти потоки нам будут развести. Для этого мы договорились с депутатами создать такую оперативную рабочую группу. И мы совместно с мэрией разработали эти решения, которые позволят эти потоки развести. Это будет сделано сейчас очень быстро. Речь идет как о возможном выделении мест для самокатов на пешеходной дорожке, так и о строительстве уже обсуждаемых не раз велодорожек. Впрочем, спрос тех, кто едет на самокате, тоже должен быть. И сейчас Единой России инициировано обсуждение поправок в правила дорожного движения в правительстве. Константин Клещин, Алексей Зубило, Новость ОТС.